свежие байклы всем привет пятница вечер чем я занимаюсь 10 вечер не могла пройти мимо молока по скидке молоко это молоко которое портится который прокисает решила сделать сыр кастрюлю с толстым дымом выливаю все три литра молока это не 3 900 миллилитров хотя не вижу сколько здесь выливаем молоко и ставлю подогреваться как греется молоко выжму сок лимона вилка процеживаю сок вот когда уже начинает молоко нагреваться но и так думаю градусов 80 когда начинает появляться пузырьки и начинает исходить опар от молока я начинаю медленно-медленно тонкой струечкой наливать лимонный сок перемешивать полностью сок от одного лимона я выливаю туда отвалилась минут пять наверное он так выглядит мой сын да так все хорошо отделилась выключаю и сюда отправляю соль столовую ложку вот так с горкой и сюда это буквально вот у меня ушло но 10 минут это сливаем завязала шапочку и на палочки и подвесила пусть сейчас течет чуть-чуть остынет а потом под пресс положу продолжает быть пятница вечер завтра чтобы была вкусная закусочка это горох промываю хорошо под проточной водой горох теперь нарезаю чтобы пополам разрезают стебли стакан воды чайную ложку соли 2 чайные ложки сахара и столовые ложки растительного масла столовая ложка винного уксуса 6 процентного смесь перцев чайную ложку гранулированного чеснока чайную ложку острого красного перца не так без горки без фанатизма кипит опускаю туда дорог и выключаю перемешиваю и оставляю как раз весь горох утонул в горячей воде до утра пусть просаливается сыворотку не выливаю на ней сейчас поставлю бейглы на завтра две кружки сыворотки наливаю остужаю чтобы не было горячей потому что если в горячую сумму дрожжи они просто заварится не будут работать вторая кружечка наливаю пусть остынет сыворотка уже подостыла 100 грамм сливочного масла кладу растопить в сыворотку не надо на меня соленый сахар добавляю 2 чайные ложки 10 грамм дрожжи растворяем дрожжи отправляю сюда просеянную муку 4 кружки 4 с кружки так с горочкой сюда же отправляем 100 грамм растопленного теплого масла все замешиваю тесто самую грязную часть делаю палочками и домешиваю рукой чудесное тесто получается на тепленькое я никогда не вымешиваю сразу тесто вот я все смешала очищаю пальцы и даю постоять немного тесто я вообще люблю тесто домешивать она вот чуть-чуть поднимается подойдешь под мешаешь она вот тогда чувствует руки и отвечает благодарностью все пока оставляем повисел мой сыр чуть-чуть остыл сыр под меня поставила тесто вот полежала чуть-чуть все оно разошлось и теперь его мешать одно удовольствие минут пять буду мешать все замешала тесто мягко накрывая крышечкой минут тридцать даю поставить здесь чтобы начало действовать начали дрожжи и убираю в холодильник на ночь поставить в холодильнике поднимется утром встану сразу выну из холодильника чтобы она а согрелась и буду печь байкла шел ровно час тесто поставила сыр сделала и закусочку тоже сделала час времени и все готово из тоже начала подниматься закрываем и в холодильник до утра в первую очередь встаю вынимаю тесто для того чтобы она согрелась потому что здесь сливочное масло она будет таким плотненьким вот она у меня за ночь поднялась можно раскатать его и дать ему поднял согреться на противень уже раскатаны толщиной и вырезаю байглой и серединке прикрываю пакетиком и даю подняться соленый горошек который я замариновала вчера вот он же солененький весь складываю форму займусь котлетами кусочек хлеба натереть сюда натертый лук яйцо и соль приготовила парш сыр у меня тертый который в холодильнике лежит беру пачку чипсов в холодильнике люблю котлету сыр внутрь немножко что попробую разогреваем масло на сковороде сыр простоял у меня ночь взбил вот эти два яйца смазываю яйцом присыпаю куржутом и в духовку отправляю выпекаться духовку уже разогрею в оставшиеся яйца которые одну столовую ложку кунжута отпускаю сюда отваренную свою цветную капусту разогреваю сковородку и обжарю свежие байклы можно завтрак на завтрак у меня значит домашний сыр который вчера сделала нежный вот это свежий-свежий творог чуть-чуть соли если надо больше соли присыпать можно этот творог кушают с медом капуста цветная в яйце котлеты помидоры закусочка и свежие байклы внутри сырчик домашний сыр булочку домашний творог нежный обалденный и кофе вкусно капуста цветная в яйце котлеты кто любит потяжелее с утра листья шпината шпинат бывает разный это импортный шпинат он такой листовой а наш кустиками хрустященький остренький супер Meя, гуру, столица, лимон, чайки и мбл ов즈 Я очень рада , лимон, чайки, ммм, чайки и му, чайки и му. Свежие байклы, байклы, байклы и байклодицы, куке, лимон и байклы Байклы, байклы и байклодицы, куке. с утра поели молодой сыр теперь беру щепотку соли и просто чуть-чуть присыпаю переворачиваю завтра у меня уже будет блин . ну что всем пока до новых видео